Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Ну-ка, давай сюда. Давай, ой, хороший. Откровение, 12 глава, 15 стих. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Толкование. Видя улетавшую от него жену, змей пустил из пасти своей вслед нее в воду, чтобы увлечь ее водой. Образ взят из природы, как змей улавливает и спускает яд, и дракон пускает немало воды, а воду, как реку. Так сатана бросает на борьбу с церковью все свои силы, всех своих лукавых демонов. Извергается из пасти своей потоки лжеучений и антихристов, и антихристианской пропаганды, желая ими потопить истину, утверждаемую церковью. Не удовлетворяясь только словесными средствами, сатана извергает и реки искушений. Убежавшим в спасительную пустыню он предлагает свои губительные воды, дабы увлечь верных рекой мирских удовольствий. Но этим не удовлетворяется, и тогда желает потопить христиан силы своих войск, которые, как наводящие потоки, устремляются на церковь. Исаия, 8 глава, 8 стих, Иеремия, 47 глава, 2 стих, Даниил, 9 глава, 26 стих. И тогда вполне можно будет приложить слова пророка Исаии, 8 глава, 8 стих, Объю иудеи к церкви. Пойдет, в скобках лукаву, по иудеи, наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи распростертия крыльев ее, в скобках два крыла большого орла, будет во всю широту земли твоей, Иеремия, 9 глава, 6 стих, Но земля помогала жене, и развязывала земля уста своей, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. Толкование. Несмотря на все попытки сатаны уничтожить церковь, Господь ее чудно хранит. При этом он обычно прибегает не к сверхъестественным средствам, что подчеркнуто тем, что не небо, а земля помогла жене, церкви. Вся история христианской церкви свидетельствует о том, как сами жизненные условия, государственные и общественные перевороты и прочее содействовали церкви в ее процветании и сохранении от бедствий. Земля помогла жене церкви то дальностью расстояния, то безводе и засуха, то чем-то иным отгонителем. Так часто смертоносные потоки лукавого даже и не достигали церкви, а были поглощаемы внешними условиями и событиями. Земля, данная человеку Богом в бытии, 1 глава 28 стих, помогает ему вернуться к нему. Так особенно при Антихристе общественные события и сама природа поглотят истребительные реки гонений и сохранят верных. Об этом особом событии этого рода в кончину века пишет пророк Захария. И станут ноги его в тот день на горе Илиопской, которая перед лицами Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Илионская от востока к западу весьма большой долиною. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор моих будет простираться до осила. И вы побежите, как бежали от землетрясения во дне Озии, царя Иудейского. И придет Господь и все святые с ним. Захария, 14 глава, 4-5 стих. Илионская гора расщепится на две части и тем послужит ко спасению жителям Иерусалима. Да и сам Господь говорит о времени Антихриста. Тогда находящие в Иудее добегут в горы. Матфея, 24 глава, 16 стих. А горы поглотят губительную реку и спасти сатаны и спасут церковь. Можно также усмотреть еще и иное значение этих слов, иносказательное. Под землей можно разуметь смиренно мудрее святых. Так Авраам сказал о себе «Я прах и пепел». Бытие, 18 глава, 27 стих. Некто святому Антонию Великому было открыто ангелам, что ничто так не пресекает и не сокрушает силу дьявола, как смирение. Смирение святых – вот земля, поглощающая реки сатанинских искушений и обольщений. Стяжи смирение, и ты в безопасности от пасти дракона. Откровение, 12 глава, 17 стих. «И расцепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими отсеменей ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Толкование. Так всегда бывает. Когда жертва уходит неуловленной, то гонители охватывают дикая ярость и злоба, которую он готов выместить на любом, кто ему попадется. Христианские сыны и мужи возвещают от преследователя дракона к престолу Божию, улетая на крыльях большого орла. Тогда сатана-дракон пошел, чтобы вступить в брань с прочими отсеменей ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа. В отличие от того сына-мужа, рожденного женой, прочими отсеменей ее называются просто верующие, живущие в миру. Они не столь мужественны, не являются красой церкви, их не называют святыми. Они занимаются мирской деятельностью и не столь резко выделяются из общей массы. В определенной степени они привязаны к земному. Но тем не менее, они тоже отсеменей жены церкви, тоже крещены тем же духом в то же тело. 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Они тоже чадо церкви и являются сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Они подобны тем семи тысячам израильтянам, которых не знал пророк Илья, но знал Бог. 3 Царств, 19 глава, 18 стих. Не имевшие свидетельства пророка имели свидетельство Божие. И церковь, как чадолюбивая мать, не отказываться от этих своих чад, ибо они от семени ее. И дьявол не считает их своими, ибо они не преклонили своих колен перед ним и вступают в брань с ним. Но из них, пишет Андрей Кисарийский, многие победят его, ибо истинной любовью возлюбили Христа. Откровение, 13 глава, 1 стих. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять и один, а на головах его имена богохульные». Толкование. Можно себе действительно представить, что Иоанн, находящийся на острове Патмосе, стоит на берегу на песке морском, и вот то, что он видел, реально переплетается уже с видением духовным. Или же все это происходило в видении? Из моря житейского, всегда волнующегося и многометущегося суетой и грехами, из моря земных народов увидел Иоанн выходящего зверя. Кто этот зверь? Этот зверь по верованию церкви есть антихрист. Здесь необходимо указать на ряд неверных пониманий того, кто будет антихрист. Неверно понимать, что антихристом будет сам сатана. Сатана не может, по примеру, Христа воплотиться. Да и Писание ясно различает сатану и антихриста. «Дьявол ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк». Откровение 20 глава 10 стих. И апостол Павел называет антихриста человеком греха. 2 Фессалоникийцам 2 глава 3 стих. А не сатаной. Так разумели и святые отцы. Святой Иоанн Златоуст, кто же си есть? Не сатана ли? Нет. Но человек некий, всякое его приемлющее действие. Святой Ефрем Сирин. Не сам же родится сатана, но в образ его приедет скверный, как тать. Святой Иоанн Дамаскин. Не сам дьявол будет человек, но Господнего человече в нее. Да не будет. Но человек из блуда родится и поднимет все действия сатаны. То есть антихрист. Не сам сатана, но человек, в которого вселится сатана. В которого вселится сатана. И который будет всецелым орудием сатаны в кончину века. Неверное понимание, что антихрист это некоторое отвлеченное понятие вроде отступления, безбожия, ереси и подобного. Это вам противоречит ясное указание апостолам, что антихристом будет человек греха. 2 Финциллокийцам 2 глава 3 стих. О нем Писание говорит, как о человеке, в единственном числе, которому присущи действия конкретного человека. История христианства полна таких примеров, когда люди имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Римлянам 10 глава 2 стих. И в определенных событиях и явлениях, как, например, римское папство, реформа патриарха Никона в России, революции, видят пришествие антихриста и его царства. Как правило, сами же исторические события полностью и опровергают эти мнения. Так, например, даже российского царя почитали за антихриста. Но вот прошло уже более полувека, как свергнут царь в России, а история идет своим чередом. Та же неверное понимание, что некоторые нынешние государства, где процветает атеизм и безбожие, являются уже наступившим царством антихриста. Это опровергается хотя бы уже тем, что все действия антихриста, которые мы далее увидим описанными, еще не наступили. Все большее развитие греха, нечестия, ереси, лжи, учений, безбожие есть то отступление, о котором пишет апостол Павел, 2 Фессаллакийцев, 2 глава 30 стих, и которое предваряет и приготовляет установление в мире самого антихристового царства. Неверное то понимание, что антихрист – это один из ранее бывших на земле правителей. В пример приводят Нерона, Доменциана, Наполеона, Ленина. Во-первых, сама жизнь этих людей показывает, что не совершили они того, что сказано в Писании об антихристе. Иные, на основании таких мест, как Откровение 13 глава 30 стих, Откровение 17 глава 8 по 11 стих, считают, что воскресит кто-то из людей, подобных названным, воцарится и будет антихристом. Это неверно хотя бы уже потому, что сатана не может никого воскресить, а указанные места церковь толкует иначе. Личности же, которые своей деятельностью наносили великий вред церкви и истине, которые преследовали христиан, уничтожали народы, ввергали миллионы людей в пучину лжиучений и ересей, прелести и обмана, греха и нечестия, безбожие неверия, должны рассматриваться, как притечи антихриста, приготовляющие ему путь. Писание иногда говорит о многих антихристах. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов? 1 Иоанна 2 глава 18 стих. Еще более ясно об этом сказано в 1 Иоанна 4 главе 2-3 стих. Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух антихриста, о котором вы слышали, что придет. И теперь уже в мире. Таким образом, надо четко различать того антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и его дух, который и теперь есть уже в мире. А потому и теперь появилось много антихристов. Дух антихриста и теперь уже в мире, и действует он в ценах противления, которые по духу, действующему в них, и сами называются антихристами. В контину же века придет тот, чей дух действовал во все века. О нем говорил Христос, противопоставлял его себе. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте меня, а если иной придет во имя свое, его примите. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 43 стих. Тайнозритель видит зверя антихриста, вышедшего из моря. Писание приоткрывает нам еще конкретнее, откуда именно придет антихрист. Когда умирал патриарх Яков, то он собрал своих 12 сыновей, благословил и пророчествовал о будущем их потомков. И призвал Яков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи». Бытие, 49 глава, 1, 17-18 стих. «Через Дана древний змей сатана ляжет на дороге, в которой Бог ведет людей ко спасению. Это и есть тот змей, который будет жалить спасителя Геннадий Фаст в пяту. Бытие, 3 глава, 15 стих. Антихрист будет вести войну со святыми и победит их. Откровение, 13 глава, 7 стих. Так Яков из глубины веков провидит, что от Дана придет антихрист, как бы содрогается и восклицает. «На помощь твою надеюсь, Господи!» И Моисей, человек Божий, благосил сынов Израилев перед смертью своей. А Дане сказал, «Дан молодой лев, который выбегает из вассана». Второзаконие, 33 глава, 1, 22 стих. Так от Дана в кончину века выбежит молодой лев, влюкающий, ища кого поглотить. Это об антихристе. Приходящими от Дана видят бедствие антихристово времени и пророки Иеремия. «Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления, и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ружьяния жеребцов его дрожит вся земля. И придут, и истребят землю, и все, что на ней, город и живущих в нем». Иеремия, 8 глава, 15-16 стих. Так и пророк Амос говорит о времени антихриста. «В тот день истоевать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийскими, говорят, жив Бог твой дан, и жив путь в Версавию. Они падут и уже не встанут». Амос, 8 глава, 13-14 стих. «Указанием на происхождение антихриста из колена Аданова служит и то, что из колена Аданова отсутствует запечатленная печать у Бога живого». Откровение, 7 глава. «Из колена Иудина были помазаны израильские цари, и от него воссиял Христос». «Из колена Аданова грядет антихрист. От евреев пришел Христос Спаситель, от евреев же придет антихрист Губитель. Все основные силы неба и ада проявляются в мире через евреев. Еврейский народ находится в сердцевине всего человечества и его истории. Святые отцы указали не только на происхождение антихриста из колена Аданова, но и на то, как он родится». Так Святой Полит Римский пишет. «Спаситель мира, желая спасти род человеческий, родился в непорочной и детственной Марии. Подобным образом так же и дьявол приедет на землю от нечистой женщины, родится в обольщении от девицы. Святой Ефрем Сирин, поскольку Спаситель, вознамерившись спасти род человеческий, родился от девы, то и он, враг Геннадий Фаст, умыслил восприять образ его пришествия и престить нас. От искверненной девы родится его в скобках врага Геннадий Фаст орудие, но сие не значит, что он воплотится. Приедет же все скверные, как тать, вор». Слово 38-ое на пришествие антихриста. Так антихрист родится от скверной жены-блудницы из еврейского народа по проведению от девы из колена Аданова. «Начиная со своего рождения, антихрист во всем будет уподобляться Христу. Этим справедливо называется антихрист, ибо анти означает по-гречески «вроде» «место». Далее Иоанн описывает внешний вид зверя. Вид зверя антихриста совпадает с видом зверя-сатаны в 17-й главе. Этим указывается их сродство и сходство. Антихрист находится всецелого во власти дьявола, является его орудием и его олицетворением на земле. Иоанн видит зверя с семью головами. Этим указывается на седьмиричный круг земной жизни. Зверь это царство сатаны на земле. Голова управляет всем своим телом, поэтому семь голов это семь царей с их царствами, через которые сатана во все времена существовал свое господство на земле и тому полноправно мог называться князем мира сего. Евангелие от Иоанна 12 глава 31 стих. Об этих же семи царях мы читаем в 17 главе. Под первыми шестью царствами можно разуметь первое Египет, второе Осирию, третье Халдею, четвертое Персию, пятая Греко-Магедонию, шестое Римскую империю. Седьмым царством является царство самого Антихриста. Из первых шести царств можно опустить Египет и ввести Сирию. Вообще в точном определении первых шести царств у толкователей существует некоторое расхождение. Царями головами тогда являются египетский фараон при Моисее, Синерхирим Ассирийский, Навуходоносор Вавилонский, Кир Персидский, Александр Македонский, Антиох Эпифан Сирийский, Императоры Рима, Цезарь, Нерон, Доменциан и другие, сам Антихрист и другие, сам Антихрист. Христос разрушил шестое царство. Римская империя приняла христианство. От времени первого христианства и до Антихристовых Сатана лишен свое царство на земле. Изгнан вон. Царствует Христос, тысячелетнее царство. Но царство самого Антихриста будет предварено десятью царствами, которые будут одновременно перед пришествием Антихриста. Откровение 17 глав 12 стих. Это означено десятью рогами, которые были на головах зверя. Это введение схоже с тем, которое имел пророк Даниил. А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Даниил 7 глава 24-25 стих. Перед пришествием Антихриста будут десять основных государств, три из которых будут уничтожены Антихристом, а остальные примут его. Точное перечисление этих десяти царств ныне невозможно. Его Писание не дает нам на то никаких указаний. Эти цари явно откроются уже только в одни Антихриста. На рогах его было десять диодим. Диодима знак царской власти и господства. Рог символ силы и могущества. То, что диодима не просто на головах, а именно на рогах, указывает на то, что в своей власти зверь достигает исключительно насилия. А на головах его имена богохульные. Как и в видении пророка Даниила, одиннадцатый рог говорил слова высокомерные против Всевышнего. Даниил 7, глава 25 стих. Богохульные имена на головах зверя означают, что все выше названные семь царств в истории человеческой были богопротивными и через них сатана устроил свое царство на земле. Богохульные имена древних царств указывают особенно на их идолопоклонство, о боготворении их царей и нечестия. Но всех их превзойдет богохульство седьмого царя Антихриста, ибо он будет противящийся и превозначающийся выше всего, называемым Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. 2 Фессалликийцам, 2 глава, 4 стих. Он придет во имя свое. Иван Галитяна, 5 глава, 43 стих. Имя мерзкое и богохульное. Дальше, да? Да, еще, еще. Откровение, 13 глава, 2 стих. Зверь, которого видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. Толкование. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. Таков внешний вид зверя. Это перекликается свидетелем четырех животных, пророком Даниилом. Даниила, 7 глава, 3 по 6 стих. Львом обозначается вавилонское царство халдеев, его величие и царственность. Медведь, царство персидское, его ужас, сила и упорство. Барс или рысь в славянском переводе царство Александра Македонского. Его стремительность и хищность. Четвертый зверь у Даниила означает римского царя, который разрушил все предыдущие царства и создал свою великую империю. Римский кесарь особенно Нерон вообще прообраз Антихриста. И то, что зверь Антихрист имеет здесь в себе черты и барса, и медведя, и льва, означает, он будет в себе содержать всю силу и мерзость всех предыдущих царств, превзойдет их и покорит их. Сам Антихрист человек и всю эту силу и власть он будет иметь не от себя, но дал ему дракон, сатана, силу свою и престол свой и великую власть. Все это он будет иметь от дьявола, как его наместник на земле. Силу свою дьявольскую это те природные силы и свойства, которые дьявол имеет как ангел и бывшее высшее Божье создание. Престол свой это весь мир, ибо он князь мира сего и великую власть, которую он имеет над миром. На кресте Христос лишил дьявола престола и власти, но в кончину века на краткое время он снова дается ему. И дьявол все это передаст Антихристу и через него будет действовать. Откровение 13 глава 3-4 стих. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелила. И дивилась вся земля, следя за зверием, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. Толкование. Антихрист во всем будет подражать Христу и являть собой противоположную сему. Как Христос родился от евреев, от девы, так и тот родился от евреев и подражатель от девы, на самом же деле от жены скверной. Христос сказал о себе, был мертв и все жив во веки веков. Откровение 1 глава 18 стих. Он Агнец как бы закланный. Откровение 5 глава 6 стих. Так и Антихрист подражает ему в этом, получает смертельную рану от меча. Откровение 13 глава 3 14 стих. Исцеляется Кабу воскресает. Так он строит свое царство в противоположность царству Христа. Что же значит эта смертельная рана и исцеление? Воскрешение от нее понимать ее можно двояко. Во-первых, здесь можно разуметь лже-чудо, которое совершит Антихрист. Либо он сам, либо один из его высших сановников, князей, будет умершлен мечом, а потом воскрешен исцелен от смертельной раны. Такое ложное воскрешение было некогда совершено Симоном Волховым, родоначальником ереси и обличено первоверховным апостолом Петром. Подражание Христу Антихрист, чтобы увлечь за собой народы, совершит это лже-чудо и тем покажет якобы свою власть над жизнью и смертью. Совершит он это обманно. Либо разыграв всеми доступными ему земными средствами такую сцену. Либо же привлечет к тому непосредственно силы преисподней. Во-вторых, мы видим, как в древности одно царство, устроенное сатаной, сменялось другим. Египет, Ассирия, Вавилон и так далее. Но вот одна из голов шестая, Римское царство, получает смертельную раны крестом Христовым. Сатана связывается в бездну и его уже кабы нет. Откровение 17 глав 8 стих и Откровение 20 глав 2-3 стих. Гаснут идольские капища, всюду водружается крест, воцаряется Христос. Небесное царство невидимо и духовно сходит на землю и покоряет сердца народов, но мир все-таки не пожелает принять этого владыку. Свет в отмесь светит и тьма не объяла его. Иван Гриотиана 1 глав 5 стих. Тогда смертельная рана, нанесенная Богом враждебной силе, начинает исцеляться. Начинается отступление от христианства. 2 Фессаллокийцам 2 глав 3 стих. Это и магоментанство и эпоха возрождения. Происходит возрождение того, что умерло через христианство. Возрождается древняя языческая культура. И дальше следует богоотступничество, атеизм, нечестие, диктаторские режимы последнего времени. Все это предвестники будущего восстановления сатанинского царства на земле. А мир все более дряхлеет. Все, что люди строят, рушится. Люди постепенно теряют веру во все, в Бога, царя, человека, самих себя. Все кумиры и идеалы рушатся. Все более и более витают в умах многих ощущениях ближайшей катастрофы. Ныне человечество уже реально ощущает возможность своей гибели. И вот когда разуверится во всем и опротив всем, тогда придет антихрист со своей новой программой. Он вскроет все противоречия и недостатки предыдущих обществ, социальных систем и культур и предложит свое идеальное общество. Его примут как спасителя. Его приход будет исцелением сатанинской раны. Выпускается сатана из бездны. Исцеляется смертельная рана, нанесенная крестом Христовым. Снова устанавливается царство сатаны на земле в седьмой и последний раз, причем в невиданной прежде силе. Мнимо побеждается и тот тупик, в который ввело себя богатступническое человечество. Таким образом, рана, нанесенная зверем мечом в апокалипсисе это изнание сатаны из мира. Иван Гриотиана 12 глава 31 стих. Отсутствие его царства на земле, а ее исцеление это последнее освобождение сатаны и установление им своего царства в лице антихриста. Люди же воспримут это иначе. Видя ту пропасть, в которую они катятся, деятельность антихриста они воспримут как воскрешение человечества от смертельной раны. И удивилась вся земля следя за зверем. Все средства массовой информации будут работать на него. Вся земля будет следить за действиями новошедшей звезды и, видя все совершаемое, удивиться. Тогда уже мало чем можно будет удивить людей, но тут будет удивиться вся земля. И это удивление перейдет в божественное поклонение и почитание антихристов, и давшие ему власть дракону. И поклонились драконы, которые дал власть дверью. Так через антихриста сатана достигнет своей высшей и первоначальной цели почитания себя как Бога. Исайя 14 глава 13 14 Частично этой цели сатана достигал в первых шести идолопоклоннических царствах. Поклонение идолу есть поклонение бесам. 1 Коимфинам 10 глава 20 стих. Потом христианство уничтожило это поклонение. В этом плане магиментанство, безбожие и прочее не есть поклонение сатане, ибо они не чтут его и не поклоняются ему. Атеист не веруя ни в Бога, ни в сатану, не поклонится ни тому ни другому. Поэтому атеизм, будучи послушаем орудие сатаны, не может быть для него самоцелью. Атеизм временное явление, находящееся между поклонением Богу и поклонением сатане. Современный атеизм возник фактически во Франции в 18 веке, в так называемую эпоху просвещения. Атеизм уничтожает поклонение Богу, а потом сам будет уничтожен. И начнется поклонение сатане. Атеизм это нуль в переходе от плюса богопочитания к минусу культу сатаны. Но вот рано исцелена и начинается уже прикровенное, не прикровенное, а явное поклонение сатане, как Богу и в антихристовом царстве. не лишается божеского поклонения сам антихрист. Поклонившись дракону сатане, который дал власть зверю антихристу, люди и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. Он несравним, бесподобен и всесилен. Все бывшее на него, все равно, что детская игра в сравнении с ним. Так воскликнут люди. А смеяно будет все, бывшее ранее, все религии, культы, социальные системы и воинские силы. Люди будут думать, что достигли высшего, прекраснейшего и навеки нерушимого. 20-й век особенно продинул людей в этом плане. Еще? Так, до нового досчитать. Да, я досчитал уже. Все, да на этом. Объяви, когда-нибудь. Ну, вот и слава Господу. В конце всегда я показываю наше сокровище. Это у нас изданный новый завет трехтомник с толкованием полным вместе с откровением. Вот как это выглядит. Все эти книги у нас находятся на нашем сайте во свете Библии. Вот. Все книги и издания. Вот. Слева. Самое ценное это 4124 вопросы и ответа. Разбито на 55 папок. Ну, где нужно что-то. Нашел, допустим, что-то. Взаимоотношения седьмое. Ткнул в нее. Она тогда раскрывает самые вопросы. Сколько их. Вот они все вопросы идут. Вопросы. Доверчивость к людям. Грех это или нет? 782 вопрос. Том 2 открытым оком. У меня 30 томов их вышло. Где граница между обличением и осуждением? О, интересно. А теперь вопрос. Теперь ткнул в этот вопрос. Этот вопрос теперь появляется уже вместе с ответом. Вот он. Пришел ответ. То, что эти вопросы люди ставят рядом, говорит о практическом смешении этих понятий. Обличить значит выявить с конкретной личностью отношение, показать его неправоту. Даже с упреком. Но намерение остается одно исправить. А это хотя бы было и хирургическое вмешательство, есть действие любви. Призыв к жизни, к выходу из сьмы в свет. Это я отвечал в университетах, по радио, когда вел программы в милиции регулярно, в воинской частях. Осуждение это вынесение приговора, реквием, смерть. Здесь уже никакие ходатай не помогут. Людям дано право осуждать, но при одном условии, если этот суд будет праведным, а вот этого так как раз и нет. Мы судим предвзято, и мы видим у осуждаемого все худшим, чем у нас, не зная в действительности, как он выглядит перед лицом Божиим. Яков 4,12. Един законодатель и судья, могущий, спаси и погубить. А ты кто, который судишь другого? 1 Коринфянам 4,5. Посему не судите никак прежде времени. Пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Обличать можно не каждого, но когда есть надежа на исправление. И здесь всегда есть два варианта. Примет он обличение или не примет, и нужно приготовиться к любому исходу. При осуждении же всегда только один вариант вынесения приговора, притом окончательного. Притча 9,8. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрую, он возлюбит тебя. Притча 13,1. Мудрый сын слушает наставления отца обуйный, не слушает обличения. И далее целая серия мест, вот она курсива, мужирная, это из Библии взято. Вот и ответ. Принимаешь ты его или не принимаешь, от тебя зависит. Мы снова назад возвращаемся. Ага, вопросы. Вернулись сюда. Вот. Внизу написано здесь вот вверху внизу православный форум Игнатия Лапкина. Вот если его ткнуть, мы сразу на православном форуме. Здесь 1400 тем. Вот. И надо показать, какое у нас еще есть сокровище. это и мой мир. Мой мир. Вот он где. Сейчас покажу. Это уже открытый. Мой мир. Найти очень легко. Игнатия Лапкина. Зарядите в Mail.ru. И тут более тысячи видео. 1400 фотографий. У нас все очень богатое. И кроме того, у нас открыт еще и канал. Открытый МОКом. Православный видеоканал. Тоже около тысячи роликов. Сейчас выставляется еще. Многое не выставлено, потому что мы привезли огромный материал в этой миссионерской поездке по Европе. 15 государств прошли в этом году. За два года мы посетили 370 городов и районных центров. Какой тут материал? Везде встречи, беседы. Людей интересует иногда как именно подходить к человеку. Я вот читаю, где миссионеры смотрю, даже уважаю их, но имею свой подход. Я не так действую. Даниил Сысоев это герой веры, это святой. Я считаю, его канонизировать никак не надо. Он святой, он не требует этого. Но его подход не такой, как мой. Он шел так, как житие святой Екатерины. Подробно разъяснял противоположную сторону, кому они поклоняются, что он из себя представляет, сходится нет с истиной, с библейской. Я начинаю говорить только по Библии. Вот сейчас выставлен материал, моя беседа в доме Мулы в Баку, Азербайджане. Люди расположены. Я не стал объяснять, откуда Коран, Мухаммад, происхождение, нападение. Мне это не надо. Я говорю, что какой бы не был хороший предводитель, основатель религии, он сам нуждается в том, чтобы быть спасенным. А спасение смертнику не дано. Я взял 6.23 кремлинам и на это провел беседу. Возмездие за грех смерти. Практически согласились все. До смерти. Ну а дальше, это жизнь вечная во Христе Иисусе. Кто умрет за человека, возьмет вину на себя, со себя он, он уже приговорен, он себя не может спасти. То есть конкретно по слову Божию. Я так поступаю всегда. Беседуя с сектантами, я никогда не опровергаю их мнение. Я говорю о том, что нам дано. Допустим, они говорят, будет тысячелетнее царство. Мы говорим, да, но когда будет? Они говорят, вот будет, когда-то праведники воскреснут, а грешники не воскреснут. Это все неправда. Правда в Евангелии. Толкование должно быть такое, когда ни одно место то, что ты толкуешь, не противоречит другому. У них все разваливается. Везде написано, что праведники и грешники воскреснут в последний день. Последним днем называется суд Божий. Евангелие Теяна 12,48. Я не сужу слово, которое я говорил, оно будет судить в последний день. Последний день, слово. Последний за ним ничего нет. В другом месте написано так, кто будет веровать, я воскрешу его в последний день. Господь об этом говорит 5,39 Евангелие Теяна. В 6 главе Господь говорит четыре раза о том, что в последний день. И Марфа говорит Христу, знаю, воскреснет в последний день. Другого учения не было. У неправославных, у сектантов, еретиков, у них все воскреснут за тысячу лет, а потом отдельно оставьте ростей вместе до жатвы. А позволь нам вырвать сначала плевелы, плевелы, а сегодня пшеницу за тысячу лет раньше. А в году 365 дней, в тысячу лет это 365 тысяч дней. Вот насколько в них ошибка. Здесь очень легко запомнить. Вот, Христос воскрес, первое. Воскрес, что это? Начало тысячелетнего царства. Я понимаю, как сейчас морщатся те, кто с этим не согласен. А вы выслушайте, об этом написано вот мои книги, где открытым оком второй том, 470-я страница. Противосектантские материалы. Вот здесь сатана скован. Скован сатана на тысячу лет. И надо рассуждать, так, а когда тысячу лет начинается? Потом, почему о тысячелетнем царстве Христос не учил? Ну, вопросы-то остаются целы. А когда тысячелетнее царство? Тогда, когда скован сатана. А когда он скован? Скован. Евреям 2.14. Как дети причастны крови, то и он воспринял оное, крови и плоти, дабы смертью своею лишить сил имеющего державу смерти, то есть дьявол, дьявол это и сатана. Где смерть была? На Голгофе. Христос воскрес. Но это один момент. Не надо тут разделять. И вот начинается, и вот последнее, последний день. Судить последний день. Что это будет? Страшный суд. Время остановилось. Здесь же восхищение церкви, не за тысячу лет раньше. Всеобщее воскресенье праведных и грешных. А вот до последнего дня, три с половиной года, это царство Антихриста. Но ради избранных дни те сократятся. 42 месяца. Вот оно где будет. Иноха, Илья будут проповедовать. Тысячелетнее царство. Время евангельской проповеди. От воскресения Христова до кончины мира за три с половиной года кончается. Это у нас на сайте Кристине один народ.ру. А разбирать все сектантские толкования там нечего разбирать. Я беседовал пятьдесят лет на эти темы. Ни одной победы не светит сектантом здесь. Где-то они могут там о мощах говорить. Туда я никогда на эти темы не спорю. Они правы. Мощи надо зарыть, похоронить со всеми почестями, с песнопениями. как у... Ну самое то, что требуется. Но и все на этом. Не раскапывать. Вот как это дело обстоит. Ну на сегодня пока хватит. Давай на работу. Все на этом. Я занимаюсь своим делом. Показать тут. Вот сегодня администрация выставила почти шесть роликов. У меня есть подозрение такое, что эти ролики они просто у меня скопировали. Я их уже выставил. Ну есть два маленьких ролика, которые на месте там у них. Даже четыре я не выставлял. Мы с двух сторон выставляем. Я ужимал. Ужимал и мне сделали тут крупное сказать замечание. Потому что некачественное. Я сейчас эту переписку я спрашиваю. Он что там молчит? там в администрации начальник. Вот. Вот допустим смотрите. Вот парень один вот сейчас ответа спрашивает. Я нуждаюсь в тебе, Игнать. Я с тобой поговорить хочу. Я надеюсь, что священник не упадет на исповеди. Родился в 18-м году. По отцовской линии вроде белорусства, а матери скобарь. Род на площади Тургенева. Пьет, курит. Ну все, все, все. Наркотики, тяжелая музыка, блудники. И дальше что у него есть? 10 видов набралось там наркотиков, увлекся философией. Вот. Нравился там то другое, сильно влюбился. Девушка мне отказала. Я полгода просыпался с мыслью о самоубийстве. Просыпался, значит. Ночью иду блудомочил. Примерно в это время, ну, после конца, стал считать Библию, Новый Завет. И я поверил. Этой весной я причастился. Соблюдал пост, как положено. Но я спиваюсь. Я хочу каждое утро быть в церкви. Но у меня как-то не получается. Вот курить бросил. Даже вегетарианца был 4 года. А вот церковь как-то не получается. А крещен, кстати, был там, где Достоевский постоянно молился в Никольском соборе. Чем как-то по-своему даже горжусь. Сейчас я пока еще не наркотик. Не под наркотиком, но у меня есть. Я бухаю, я готов убивать. Я ищу жену, я слушаю сатанинскую музыку. Я испробовал 10 разновидностей наркотиков. Я искал истину и я нашел во Христе. Но что-то у меня как-то плохо получается воцерковляется. Александр Пигалев. Ну, что ему отвечать? Это в таком состоянии он причащался. Потому многие больные немало умирают. И он нигде не пишет, что с ним побеседовали, сказали. У меня просит ответ. Я отвечаю. Вот посмотрите. Но если четверть века позади, а ты еще не звонок и не ярок, еще не приготовил свой подарок, то от тебя подарка и не жди. Иеронима. Иеремия 6.15. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Иеронима 43.11. Если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположения его. Второзаконие. 21.20. И скажут старейшинам города своего, Сын сей наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница. То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего, к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего, Сын сей наш боин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница Тогда все жители города пусть побьют его камнями до смерти И так истреби злое среди себя, и все израильтяне услышат и убоятся Я ему привел места писания, потом говорю Есть весьма радикальное средство выправить этого пьяницы, и оно ныне исполняется у мусульман Где их шарят государственный закон, как в Саудовской Аравии и Тунисе Поехать туда и сдохла собака, будет опять дурить голову наш тахет Откровение, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится Праведный да творит правду, еще и святой да освещается еще Есть еще очень действенный выход, розготерапия И вот указано место какое, в него только откнуть и на наш форум Профессор Пилипенко в Новосибирске лечит Как порят они там людей, люди платят за это, дешево Почти стопроцентное излечение Вот я выставил ответ Ну а теперь, что мне из администрации сегодня сказали У нас плохое качество, маленькие записывающие, ну что-то Вот, ну все отвечает правильно, по городу, вывод какой Ну, просто так Не говорит, очень хорошо знающий человек, верующий Вот, делайте выводы, делайте выводы Как и что? Я пишу ответ, все, что говоришь о некачественной записи, верно Для лучшей записи нужна соответствующая аппаратура Поговори там в своем магазине, может быть спонсирует нас ради Христа Поговори серьезно, выход только в этом Мой компьютер и монитор к нему были слишком устаревшими Да сколько ж можно критиковать, все будет верным Ну вот видите, Петеримов не ворчал А привез новый компьютер, то установил и стоит поныне И расчет от меня никак не взял, а деньги вернул Что ценнее? Помоги иметь лучшее оборудование Помоги, если даже и не сам То как-то где-то достать Тем более ты сам работаешь по данной отрасли А что ты так много написал, подсчитывая количество возможных зрителей Как это поможет сдвинуть с места застывшее у нас нищенство никак У меня есть принцип Кто советует что-то, то вот ему как раз и доверить Поручить выполнить совет свой Конкретно и конструктивно Эту, ну и дальше Я поясняю Бойко Николай был в плену у немцев И там умирал от голода На работе в лесу отошел понуждее Видя бумажку смятую, взял для надобности По случаю Но развернул ее и прочитал там отче наш Отсюда началась новая жизнь пленного комсомольца Будет исповедником за Христа Слышал эту историю? По большому счету и наша смятая запись Служит лучше многого, множества доброкачественных записей Сила внутри Кто с большими телевизорами Это не наша паства, не наши клиенты Вот так Вот и все на сегодня Я показал, как мы работаем И что у нас получается Мы очень бедные Очень Ничего нету Ну, как можем, так и записываем Сейчас записываем полное толкование Откровения Иоанна Богослова И тоже будет выставлено на нашем канале Вот, во славу Божию Желаем всем благо И так далее И что у насyetились